Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, продолжаются дни празднования Рождества Христова, но сегодня окружающий нас мир, отходя далее и далее от Церкви Христовой, хочет совершать этот праздник без самого Христа, виновника этого торжества. Посмотрите, какие умилительные и пустые хлопоты, которыми часто наполнены предпраздничные дни. И эти хлопоты иссушают душу, тяжким грузом давят сердце. И проходят эти праздники, если их можно назвать праздниками, и оставляют в душе пустоту и усталость. Но праздники, рожденные Церковью, освящают нас, наши помыслы, чувства, дела. Торжество духовное продолжается и после завершения самого дня празднуемого события, через светлые и святые плоды покаяния и добрых дел, которые возрастают в наших душах. Они отрывают нас от земли и ведут на небо духовное. Таков и праздник Рождества Христова. Сегодняшний день воскресный, первый после праздника, и он опять посвящен тем, память кого мы уже почитали. Почему так? Потому что предшествовавшие дни недель символизировали ожидания святых божьих людей, праведников рода человеческого, правозвестников вычеловечения Христа Спасителя, их пророческим предсказанием о Нем, грядущем Мессии, все творение готовилось послужить этому событию. И Церковь говорит об этом особым образом. Когда мы слышим канон недели, читающийся в храме по Рождестве Христовом, то в девятой песне первого тропаря есть удивительные слова. «Родившемуся от девы вся тварь трепетом послужи, небеса оба звездою, земля же яслими, гора вертепом, волхвы дарами, пастыри чудесем, ангелы же слава вышних Богу». И, видимо, сейчас пришло время и нам, современным христианам, продолжить эти труды служению Господу, чтобы и святых праотцев, и отцов Спасителя не устами, но и сердцем почитать, почитать своими отцами и праотцами вере и благочестии. Ведь и они не все были сродниками по плоти Спасителя, но все были его верными и благими служителями, лучше сказать, сродниками по духу. Боговоплощение принесло нам слово спасительной истины, которое постепенно изменило мир. Бог открыл и навсегда доказал, что человек великий глубок, что он может постичь божественное совершенство, божественное присутствие, познать умом, озаренным благодатью, что мир утверждается на трех святых добродетелях – вере, надежде и любви. И в подтверждение этой истины Святая Церковь дает нам в сегодняшний день память трех святых. Кого же лицезреем мы в этот день в святцах церковных? Трех святых, видимо, как бы склоняющихся около бели новорожденного Спасителя мира. Это святой Иосиф Обручник, святой пророк Давид и святой апостол Яков. В первые века христианства они были призваны Церковью для утверждения правого, то есть православного учения о природе человеческой и божеской в божественной личности Спасителя Христа. Теперь же они по молитвам Церкви приходят нам на помощь в начале служения воплотившемуся владыке мира от дней рождения в Вифлееме до завершения их страданиями на Голгофе. Первый из них – святой Иосиф Обручник, который принес особо дар любви, так как Иосиф, обрученный Деве Марии, то есть хранитель ее девства, нареченный Отец Христа и берег его, и заботился о беспомощном младенце, как заботится Отец о своем чаде. Всей силы отеческой любви, тревоги и забот. И за благочестие, за праведность он стал свидетелем и служителем великого Боговоплощения, получил великую честь, полагавшуюся Отцу, дал новорожденному имя Иисус. Послушный воле Божьей и он, уже немощный старец восьмидесяти лет, поднялся от домашней жизни и, спасая младенца и причистую его матерь, бежал, как повелел ему ангел, от гнева Ирода царя через каменистую пустыню в далекий Египет. Для семьи там он добывал пропитание трудом своих рук. Годы детства нашего Спасителя проходили под опекой Иосифа, молчаливого старца, хранителя великой тайны. Такой дар любви и мы можем, и, наверное, должны приносить Богу. Но надо знать, что и любовь к людям, и любовь к Богу достигается только теми, кто всю жизнь свою посвятил на служение Богу и ближнему. Любви достигают, как вершины святости, говорил святитель Лука Крымский. Второй святой – Давид. «Во пророцах царь и во царях пророк». Как именуется он церковью? Он принес дар веры, дайры веры Богу. Такие дары – это молитва покаяния. Пятидесятого псалма. «Помилуй меня, Боже, повелиться и милости Твоей». Многие из нас знают этот псалом наизусть, и наши сердца живо откликаются на богодухновенные слова этого псалма, как будто это наши собственные слова. А еще и знакомые слова шестопсалмии. Это третий псалом, четвертый стих из шестого по восьмой стихи. «Ты же, Господи, заступник Моисид, слава Моя и возносяй главу Мою. Ас уснух и спах в астах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, и спаси мя Боже мой». А в пятом псалме девятый стих «Господи, настави мя правдою Твоею». И слова завета духовного «Служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». И слова упования нашего. Это девяностый псалом. Я приведу только второй и третий стихи. «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет Господеве, заступник Мой еси и прибежище Мое, Бог Мой, и уповаю на Него». И седьмой псалом, одиннадцатый стих «Помощь моя от Бога, спасающего правое сердце». И псалом шестьдесят седьмой, второй, третий стихи «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як у исчезает дым, да исчезнут, як у тает воск от лица огня, та, когда погибнут грешницы от лица Божия». И еще великое множество других, дорогих и сокровенных слов святого псалмопевца знает каждый для себя. И еще откроет при чтении, потому что эта книга «Псалтирь» – это неисчерпаемая книга мудрости, как неисчерпаемая премудрость Божия. Это наследие нашей веры, это залог формирования нашей правильной исторической памяти. И вот третий святой муж предстоит перед нами – святой апостол Иаков. Богобрат, как величает его творец церковных канонов Косьма Майюмский, он принес дар святой христианской надежды. Подсчитаем его, как прообраз духовных чад божьих, потому что святой Иаков стал впоследствии первым епископом Иерусалима, матери всех церквей. Как церковь Иерусалимская особенно обязана умножению и утверждению верующих святому апостолу Иакову, так и нам-то будет он примером святой надежды и упования веры нашей. Вот что пишет он христианам в своем послании об исполнении совершенного закона, закона свободы. Нам говорит, что вера, если не имеет дел мертва сама по себе, как без духа мертво тело. Нам говорит он о мудрости истины духовной Божией, у мудрости, сходящей свыше, чистой, мирной, скромной, послушливой, полной милосердия и добрых плодов, беспристрастной и нелицемерной. «Приблизьтесь к Богу», зовет он собратьев по вере, и приблизиться к вам. «Отчистите руки грешники и исправьте сердца двуедушные». И еще он говорит, что не надо бояться искушений, испытаний. «С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение». От терпения опытность, от опытности надежда. Это слова, которыми подкрепляет апостол Иакова апостол Павел. От терпения опытности, от опытности надежда. Вот каковы святые дары и заветы этих мужей и всех, всех святых, стоящих за ними, передаваемые нам в Церкви для умножения добра, для служения Богу и ближним, для приобретения своего спасения и спасения ближних, для служения Христу. Они говорят нам, что Бог Всевышний в Рождестве Христа дарит нам новые отношения, дарит нам свое отцовство, дарит нам родство с Ним как сыновей и дочерей Всевышнего, как говорил митрополит Антоний Сурожский. Вот и мы давайте исполним сердца нашей благодарности. И в молитве, которую читаем каждый раз, готовясь к святому причастию, особо обратим внимание на слова молитвы святителя Иоанна Златоустова. Это вторая из молитв подготовки к святому причащению. Там удивительные слова. «Господи Божий мой вем, як унесем достойн, неже доволен, да под кров внидеши храма души маяя, занеже весь пуст и пался есть. Но як уже с высоты нас ради смирил еси себе, смириси и ныне смирению моему, и як уже восприял и севертепи и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные маяя души, и во оскверненное тело мое в нити». Да будет так! И невольно хочется воскликнуть. «Переступи, Господи, Спаситель наш, порох души нашей, и как в колыбели Рождества Твоего, найди в ней покой и гостеприимство, благодарение и милость, святые веру, надежду и любовь. Укрепи и спаси нас». Еще раз всех с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова